здравствуйте с вами канал максимадзе в эфире игра gta 5 winter edition мы продолжаем сегодня у нас что будет во первых я очень рад что вернулась моя машина джимми все-таки и пригнал еще и затюнинговал такие колеса богатого человека по наставил ладно доктор фридлендер прислал сообщение наш последний сеанс меня встревожил нам нужно еще раз побеседовать давайте позвоним взял как печально он мне прицеловал сообщение жаль психотерапевт майкла не может ответить на звонок мне наверное самому психотерапевт нужен и честно говоря немного психически неуравновешенный новый этот новый год показал то же самое но он не такой как этот психотерапевт который только на часы смотрит и ожидает когда закончится сеанс ладно короче лестер устраивает собрание в этом клубе тревора будем разведывать федеральное хранилище тревор захватил последний серия вот этот клуб и короче говоря куда там идти в эту дверь кстати говоря вроде бы более менее персонажи gta 5 отметили новый 2014 год и теперь можно продолжать устраивать дела оу сразу говорю холодильник сломан да ничего мне пофигу я уже успел насладиться твенгл спринт я изменился слышишь я с этой фигней завязал понятно теперь только улажу дела с мэри уэзер прослежу чтоб управление за нами не охотилась устрою последнее крупное дело а потом ты вернешься к своей семье а я поселюсь здесь стану заправлять бизнесом людей радовать бреда вытащу из тюрьмы и буду счастлив откуда у тебя вообще это заведение да она у меня уже давно ты наверно знаешь ли он прежнего управляющего ли он а нет ладно проехали неважно что тут происходит а что происходит тут крупное дело давным-давно далеко далеко отсюда жили были три парня майкл тревор и лестер и бред ну да бред тоже иногда наведывался другие ребята тоже так короче на мы грабили обманывали били жили в общем как обычные подонки но мы всегда мечтали об одном исключительно об одном крупном деле конечно крупном деле да что за крупное дело федеральное хранилище около двухсот миллионов золотых слитках спертых у дяди сэма если уцеляем то остаток жизни проведем скрываясь от правительства но зато это будет мой точнее наш шедевр и так господа давайте выполним свой гражданский долг и найдем себе приличную работу сюда пошли крупное дело по извините эй вы на связи у нас все строго по графику бронемашины без груза в данный момент направляется федеральному хранилищу по нашим данным они будут проезжать по волю и на сенс восточном лос-сантосе примерно в 15 30 мы с тревером проследим за ними чтобы найти подходящую для угона тачку и возвращаемся в вертолете майкл франклин все что от вас требуется срисовать банк и обратить внимание на все подозрительное мы должны срисовать банк да типа того осмотреть охрану пути отхода обстановка и так далее мы уже приехали вот она федеральное хранилище но охраны тут немного пары ниггеров бабах и все о чем ты пойти внутрь легче легкого будет даже обычный банк но вот в подвал попасть это уже будет посложнее ведь там лежит золото да верно сейчас мы остановимся возле центра аркадиус на альт-стрит и осмотрим банк с другой стороны такая вот сегодня получается у нас это еще одна серия еще на одну серию больше будет чем первом прохождении вот в третьем сезоне чтобы серия который следующий называет майкл в беде не будь сильно длинным и чтобы не получилось сильно длинным ой елки опять-то легке да как то все это подозрительно национальным могли поставить больше людей беда стране дела не блестяще тревор как твои дела да ничего так все по плану майки все по плану конечно надо сначала поссать потом дальше ехать да тревор да ты чудик какой-то просто ты упоминала работе о каком-то деле в котором я могу тебе помочь я даже с майклом еще не говорил но он будет с нами он обязан разве не очевидно побег брэда из тюряги надо организовать почему тебе не поговорить об этом с мой чёрт но я же собирался заблудить от тебя если отдела нет явной прибыли тебя трудно убедить все дело в том что бурет на самом деле мертвый похоронен в могиле майкла тревор об этом к сожалению а можете к счастью даже не знаю это скорее всего это к счастью потому что если тревор правду узнает он так будет на майкла злиться что ничего с хранилищем ты не выйдет у нас даже подлодка есть слушай если ты парализован это не значит что надо парализовать нашу работу давай побыстрее сейчас 13 30 надо быть мария рахаец через два часа на вертолете мы быстро туда долетим несмотря на то что время тут идет быстрее чем в реальном мире соблюдение майкла укладываются в твой план пока что да постарайся не подлетать слишком близко к тюрьме а то тревогу подним стараюсь стараюсь это тюрьма пустыне мне нельзя тут лететь вроде бы вот в федеральном хранилище охраны очень мало но если его собираются ограбить могут поднять тревогу и вызвать таких наемников как мэри уэзер или что-то и подобное так что подготовиться все равно надо надо проследить за конвоем инкассаторскими фургонами которые там должны проезжать в тюрьме в тюрьме в тюрьме в тюрьме и майкл мы обнаружили конвой держись за ними делай все что нужно будет лестеру мы фиксируем их маршрут и ищем место для засады следуй за ними какое именно место для засады мы ищем обычно я поджидаю в сортире и застаю их врасплох со спущенными трусами нет это не сработает точно мы ищем место где есть укрытие для нас и нет пути отхода для них тоже в принципе что-то мужском туалете да похоже на то стоп они затормозили они затормозили можно переключить на камеру лестера и посмотреть что у него но это не решит проблему тревер не будет управлять вертолетом сам если мы долго будем смотреть в камеру лестера то они просто уедут от нас фургоны эти под одним из мостов они проезжают там кстати говоря есть где укрыться но это слишком открытое место стоп поворачивает вот его камеры тревер этот тестер снимает на камеру по какому ни маршруту едут о чем ты думаешь я думаю что не люблю долго находиться рядом с тобой да и недолго кстати говоря тоже на самом деле тормози так надо повыше подлететь чтобы они нас не заметили так они поэт в туннеле едут походу я потерял их из виду они в тот туннеле едут здесь одна дорога они выйдут с другой стороны а вот и они следуем дальше я думаю они поедут в ту сторону или в ту скорее всего в ту да в ту потому что банк в той стороне находится подъехали точно по графику прям похоже что попасть в здание легким путем более менее таким скрытным тихим понадобится удостоверение вижу лук 86 ждите эй ты 13 секунд назад должен был приедет ну пробки чё поделать ладно проезжайте лук 86 здание так при планировании дела в ювелирном магазине я запомнил что здесь где-то прокладывают новую линию метро облети вокруг здания найди стройплощадку вас понял ищу здоровенную дырень так с какой стороны где-то с той стороны должен находиться вот она вот дыра надо подвиснуть на ней просто зависни здесь выглядит подходящий никаких стальных опор она прочно стоит на основании все таки ладно мы почти закончили еще чуть чуть думаю есть все чтобы разработать план ладно полетели назад на аэродром пусть это они уже сделают сами а то долго будет сильно и что ты об этом думаешь пока мне все нравится лестер занимается планированием планирование он что-нибудь придумает знаю что могу тебе доверять тревор все сделает в лучшем виде правда ну ладно надеюсь надеюсь он не слетит с катушек во время ограбления он то не идеал мексиканской банды с байкерами китайцами вдобавок целая частная армия просрались еще тебя еще ненавидит фрб цор собственная семья я виделся с амандой точнее разговаривал с ней по телефону что ты мне расскажешь что это за бред и сделка которая была в северном янт сейчас не время пока мы собираемся провернуть самое крупное дело в истории тебе не кажется что сейчас самое время посвятить мне все не так просто да пофиг я лучше тревора спешу нет только не тревора блин что то тут не чисто мне кажется я расскажу немножко попозже окей но мы с вами знаем эту историю если конечно самое начало игры вы смотрели то вы наверняка знаете до встречи звони лестер позвонит когда нибудь когда что нибудь нароет предлагаю переключиться на франклина у него там есть какие-то заказы от лестера судя по всему чипсы биг чиз написано видимо сырные чипсы да шесть от рыжик выпил фух может по новостям почитать что нибудь что там в интернете есть да пока ничего интересного нет кто это такой предлагают на какую-то работу устроиться нам сейчас не до этого блин давайте-ка сгоняем на букву л посмотрим кого еще му лестер закажет убить какую бы нам лучше одежку обычную возьмем вот эту стандартную х о майкл ты еще здесь хуй подскочила машина нет у меня сейчас пока не время Поехали, инк лес Поехали туда, где обозначен Лестер Там встретимся Снимай шлем Кто у нас там следующий? Энцо Банелли Мафиози, который стал застройщиком Угрозами он выбил из себя половину контракта в Лос-Анпс Вымогательствами, убийцами, махинациями, профсоюзами Всем, короче, ни один строитель в городе не получит достойной зарплаты А Gold Coast Development на грани банкротства Дай угадаю, у тебя есть личный интерес к Gold Coast, да? Можно подумать Ты этим уже занимался, судя по мобильнику Банелли Он сейчас на стройплощадке в центре города Одна проблемка, мой источник проболтался Банелли знает о покушении, так что будь осторожен Подготовься-ка следует, у него будет много бойцов О, это будет уже не так-то просто Давайте возьмем какую-нибудь тачку Поприкольнее Сейчас поищу копов кто-нибудь вызовет Но надеюсь, что нет В всяком случае, самих копов тут нет Не ездят Да, вот то, что будет много бойцов Вот это вот меня уже напрягает немного Ну ладно, надеюсь, и Лестер хотя бы хорошо за это заплатит Когда много платит, я люблю Кто больше платит, тому и служу Как сыщик напевал новых временских Про временских музыкантов Третья часть Малоизвестная Так, это здесь? Успокойся! На меня идет охота, а ты говоришь, чтобы я успокоился? Я останусь у вертолета, а вы делайте свое дело Этот чувак немного похож на Вячеслава Кофнуна Скандально известного чувака, который На телевидении конфликт У которого на телевидении конфликты часто случаются Я имею ввиду, по внешности похож Хотя и по голосу немного тоже Так, надо как следует вооружиться У нас даже нет брони Вот это хорошее оружие Поехали! О, сейчас будут бойцы, и я прям жопой чую Нужно будет искать укрытие Ну, кто еще пуль хочет получить, а? Где? Энцо Подходите ближе Не стесняйтесь Ваши конторы скоро закроются Дебилы, блин Мадапакеры Щет Воу Надо было сразу пристрелить его Будете мешать всех уложущихся Не так уж и плохо они стреляют О, вот Если чувак этот там, то бойцов будет еще больше Надо сразу укрытие искать будет Субтитры Пусть падает. А чё он? А, он был в вертолёте и умер. А у меня гранаты есть. Ну и последний остался. Кто? О, парашют. Он нужен мне сейчас будет. Так, надо приземлиться очень неаккуратно. Дело сделано. Замес был, конечно, офигенный. Знаю. Подождём, пока всё рассосит. Франклин, ты молочина. Франклин. 10 тысяч долларов. Ну ладно. Мне устраивает такая зарплата. Ладно. На этом мы закончим, пожалуй. На этом всё. С вас лайкос подписосы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал. И на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok